В эфире новости губернии. Здравствуйте! В студии Руслана Шуков и Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. Золотая осень оказалась урожайной. Как поддержат отрасль на федеральном уровне и на что сможет рассчитывать Самарский регион? Подробности и первоитоги агрофорума в нашем выпуске. Учительницы первые превращают уроки в спектакли и выходят в сеть. Свои креативные проекты представили молодые педагоги на фестивале в Нефтегорске. Сезоны нереальной моды. В Самаре открывается традиционный фестиваль Александра Васильева. На кону поездка во Францию. За день до первого показа дизайнерские коллекции удалось увидеть и нашим корреспондентам. Котлеты из оленины – самый тяжелый пряник в мире и яблоко выше человеческого роста. В Москве завершает работу 14-я международная агропромышленная выставка «Золотая осень». Достижением сельского хозяйства удивляли почти все регионы России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. А вот экспозиция Самарской области оказалась самой колоритной и насыщенной. Подробности и первые итоги форума в репортаже Сергея Павлова. Разбегаются глаза, текут слюнки, а воображение отказывается верить, что все это изобилие рукотворно. «Золотая осень-2012» – не только демонстрация достижения российского агропрома, но и стартовая площадка для работы в новых условиях. Инновации, технологии и акцент на качестве – такие требования ВТО предъявляет к аграриям, а к государству – дать модернизации зеленый свет. И, судя по этой выставке, эти векторы пересеклись. Чтобы урожай радовал цифрами и цена на него была высокой. Заветные мечты сельчан уже взяты за основу аграрной доктрины правительства страны. То, что сделали крестьяне России, несмотря на сложности и трудности, и этого года, пройдя достойно эти испытания, и подарили нам вообще, и на этом празднике демонстрируют, все свои способности, дары земные, но взращенные руками российских крестьян, все это нас на самом деле дополнительно поддерживает и придает оптимизм. Отечественное агропром в ближайшее время получит мощнейшую господдержку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, посетивший сегодня «Золотую осень». В первую очередь инвестиции направят в инновации. Самарскому региону в этом плане есть на что надеяться. Строительство крупнейшей птицефабрики в Поволжье – проект полностью роботизированной фермы, целебный женьшень и выращивание грибов. А скоро к ним присоединятся и другие инвестпроекты. К примеру, литовские коллеги загорелись идеей выращивать в нашем регионе мясо бролера. А Российский зерновой союз решил помочь самарским аграриям сбыть продукцию и побороть недобросовестных страховщиков. Они готовы безвозмездно оказывать юридическую поддержку, консультативную. И поэтому здесь, имея огромный опыт работы на зерновом рынке, международном и российском, это соглашение даст большую пользу нашим производителям зерна. Обширная деловая программа спокойно уживалась на выставке с концертной. Музыкальные коллективы, бойкая уличная торговля, соревнования среди племенных буренок и баранчиков. Итоги золотой осени подведут в воскресенье, в праздничный день сельского работника. Сергей Павлов, Александр Каракулько, Новости губернии, ВВЦ, Москва. Жители многоквартирных домов получили платежную квитанцию ЖКХ нового образца. Главное ее отличие от старой – разделение платы на индивидуальные и общие домовые нужды. В квитанции детализированы платежи, появились и новые пункты. Сотрудники единого информационно-расчетного центра предупреждают, участились в случае поддельных платежек. Они почти не отличаются от оригинала, только подписаны несуществующим ООО – управляющая компания. В то же время, уверяют эксперты, введение новых платежек не повлечет и влечение платы за жилищные услуги. Размер платы увеличился, но стоимость их не увеличилась. С сентября, конечно, есть увеличение на коммунальные услуги. Это отопление, холодная, горячая вода, водоотведение. Оплата жилья стоимость не увеличилась. Один из самых оживленных районов города каждый вечер погружается во мрак. К тому же там, по статистике ГИБДД, еще и один из главных аварийных участков дороги. Вывести демократическую сумрак, и эту задачу должна решить специальная региональная программа. Что планируют сделать с уличным освещением, по документам и на деле, проверили областные депутаты и наша съемочная группа. На улице Демократической ночью буквально не видно низги. Фонарей нет, хотя это один из самых оживленных районов Самары. Крупные ДТП здесь случаются постоянно. Для того, чтобы улучшить видимость дороги, в ночное время по областной целевой программе повышение безопасности дорожного движения до 2015 года устанавливают фонари. Протяженность кабельных линий будет километр 800, это высокая сторона. Будет устанавливать двухтрансформаторные подстанции мощностью 160 квадрат. 5 километров дороги, 654 фонаря. Из областного бюджета на проведение работ выделили более 44 миллионов рублей. По словам подрядчика, этот проблемный участок начнет освещаться с ноября этого же года и будет полностью соответствовать всем требованиям. Депутаты губернанской думы приехали на место установки фонарных столбов, чтобы проконтролировать ход работ. В данном случае мы в выездное заседание комитета проходят по контролю использованию бюджетных средств по освещению улицы Демократической. На сегодняшний момент у нас, вы видите, установлены столбы. И к 15 ноября по контракту подрядчика здесь должно быть включено освещение. Соответственно, этот участок дороги будет освещен, что позволит здесь гораздо безопаснее двигаться. В ближайших планах оснастить все участки города, которые пока остаются без полноценного уличного освещения. Руслан Ишуков, Александр Дудко, новости губернии. Они превращают свои уроки в спектакли и выходят в сеть. Новые подходы в педагогике молодые учителя представили на фестивале методических идей. Он прошел в Нефтегорске уже в третий раз и теперь смело может претендовать на статус международного. Среди участников представители Самарской области, соседних регионов и Казахстана. А тех, кто учит, несмотря ни на что, в нашем сюжете. Лев Николаевич Толстой в своей роман написал тушью от Макс Парс. Понимаете, туалетные, выразительные и объемные. Тонкий филологический юмор и большое желание привить любовь к своему предмету. Молодая учительница из Самары давно на главных ролях в театре-студии. А в своем классе она и режиссер, и сценарист, и актриса. Каждый ее урок – спектакль. Читать русскую классику заставило даже самых безнадежных двоечников. У меня есть театральный класс. Мы с ними не сценируем, показываем остальным. И вот среди остальных классов есть эконом-класс. В экономическом классе есть мальчик, который кроме этих айфонов ничего в руках не держал, традясь. Недавно он взял Чехов и даже процитировал мне что-то наизусть. Это для меня было открытие. Онлайн-уроки Светланы Рябининой – настоящее открытие для ее учеников. С учительницей общаются и после школы, в сети. А вместо скучных домашних заданий разгадывают кроссфорды. Я создаю свой виртуальный курс самостоятельно. Я сама составляю задания, какие-то ресурсы, и дети потом выполняют. Детям очень нравится данная работа. Они с удовольствием просят создание новых курсов. Ее проект признали одним из лучших на фестивале методических идей. Он проходит в Нефтегорске уже в третий раз и теперь претендует на статус международного. Своё слово в образовании приехали сказать молодые педагоги со всей области, из соседних регионов. А в этом году присоединились еще и их коллеги из Казахстана. Креатив, талант, неожиданные подходы молодежи. Когда мы имеем возможность слить въедино, вот тогда получается, что отрасль живет, развивается. Без их идей не обойтись, уверена в областном министерстве. Все проекты инновационные, оригинальные, а подчас уникальные. Обязательные условия – все участники должны быть моложе 30 лет. И это на конкурсе единственное ограничение. Татьяна Потоцкая, Владимир Терентьев, Новости губернии, Нефтегорск. Более 60 тонн гуманитарного груза и почти 6,5 миллионов рублей отправили пострадавшим от наводнения в Крымске жители Самарской области. В сборе вещей и средств участвовали волонтеры общественные и коммерческие объединения. Тысячи человек и десятки организаций сегодня в областном министерстве социально-демографической и семейной политики благодарственными письмами губернатора наградили тех, кто откликнулся на призыв и помог доставить ценный груз на Кубань. Это наш долг – помогать людям. И наш один из принципов – не оставлять людей в беде. Нам несли люди средства и наличными, и перечисляли на наш счет. И, в принципе, на данный момент, на 1 сентября Красный Крест, непосредственно Краснодарскому Красному Кресту, перечислил 6 миллионов 339 тысяч 793 рубля и 19 копеек. На старой набережной расправляют паруса стальные. Самый главный элемент знаменитого фонтана снова на месте. Его бетонному предшественнику было больше полувека. Сначала его хотели как следует отреставрировать, но когда начали демонтаж, стало понятно. Испытание временем он не выдержало, развалился на части. Не постигнет ли новый парус та же участь, выяснила Нина Иванина, и внимательно проследила за процессом от изготовления до установки. Кран подхватывает часть паруса и осторожно поднимает. Рабочие помогают конструкции занять нужное положение. Снимают лишнее, защитную оболочку, приваривают недостающие и делают последние замеры. Доставить парус с завода было непросто. Конструкция из нержавейки хоть и легче прежней, бетонной, но такая же громоздкая. Пока на набережную привезли только два элемента. Сейчас эту первую поставили, это не так сложно. Вот вторая, третья, там посложнее будет. Мы же только две привезли. А следующая, она вообще будет, как сказать, ее вывесить сложно будет. За счет того, что она косая, кривая. Летние месяцы ушли на воссоздание по фотографиям точной копии фонтана. Парус сделали из стали высокого качества. Матовый, а не блестящий. Иначе на солнце он может раскалиться так, что рядом невозможно будет находиться. Вместе с фонтаном появятся детская, спортивные площадки, новые газоны и дорожки. С июля на третьей очереди набережной от речного вокзала до улицы Некрасовской шла реконструкция. Вы видите, она изменилась до неузнаваемости. Это не только внешне, но изменилась и в инженерном смысле. То есть здесь и на сегодня выполнен автоматический полив деревьев. Заменены зеленые насаждения. Выполнено новое совершенно покрытие, освещение. Установка стальных фрагментов паруса. Финальный аккорд в ремонте третьей очереди набережной. Осталось ложить несколько квадратных метров плитки и бордюрного камня. 31 октября горожане увидят новую старую набережную. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. От контуров и набросков к ведущим подиумам мира. 12-й фестиваль моды и театрального костюма. Павловский сезон открывается в Самаре. На кону путевка во Францию. Своя коллекция молодые дизайнеры со всей страны представят широкой публике в выходные. А сегодня закрытый показ для жюри. На нем удалось побывать и нашей съемочной группе. В мир нереальной моды на один вечер окунулась Татьяна Пудова. Чтобы представить ее коллекцию «Чаровница», все модели прошли жесткий отбор. Дизайнер Татьяна Мастерова элементы на костюмах вышивала сама. Вручную. Говорит, на эти костюмы ее вдохновили полотна русских пейзажистов. Мне просто хотелось создать именно русскую коллекцию в русском стиле, стиле зимы, русской зимы. Со мной работает очень много достаточно тоже таких творческих людей. Это целая команда закроющиков, квартных. И вдохновились вот этой русской культурой. О том, что искусство сегодня в моде, говорят работы дизайнеров. Вот будто царевна лебедь сошла с картины Врубеля. А в этой коллекции явно присутствуют нотки романтизма. Даже если в привычном увидеть что-то необычное, уверен русский парижанин Александр Васильев, успех обеспечен. Наша задача, чтобы молодые участники обрели какую-то возможность лететь дальше и, соответственно, творить дальше. Дальше, как их жизнь сложится, это часто воля случая и обстоятельств, помноженное на их трудолюбие. Дизайнеры – это не грибы, они не раздумываются до дождя. Их мало, их реально мало. И то, что мы называем здесь порядка пяти-шести днём, выросших из этого фестиваля, это уже огромная цифра. Лучшие дизайнеры получат пропуск в мир по-настоящему высокой моды. Победители павловских сезонов покажут свои коллекции на подиуме в Марселе и на конкурсе «Русский силуэт в Москве». Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Олег Айдаров. Новости губернии. Увесистый фотоальбом. В новой галерее открылась выставка Георгия Кичигина. Окрест. Предлог наречия обозначил тематику. Всё, о чём думал и переживал в репродукциях, фотографиях почти в натуральную величину. Войны и фото, годами хранившиеся в семейных архивах, и немые свидетельства самых значимых событий в жизни страны и семьи автора. Ирина Трофимова продолжит. Сюжеты картин подсмотрены в старом дедушкином альбоме. Семейные тайны за семью печатями выставили на всеобщее обозрение. Это такая неизвестная Атлантида, которая ушла под воду и не показывается до сих пор. А вот какие-то фотографии дают вот это ощущение и связь, ну, совсем своим пустом, что ли, родовым. Умелое сочетание реализма и сюрреализма. Георгий Кичигин – художник ярко выраженной социальной тематики. Свою коллекцию начал создавать ещё в 90-е. Тогда же и стал известен по всей России. От начала Великой Октябрьской революции до сегодняшних дней. По картинам можно изучать историю страны. Работы очень такие стильные, коллажные, можно сказать. Но вместе с тем они выражают очень сильные эмоции. То есть они пробивают очень сильно. То есть смотреть на них приятно, интересно. Много смыслов каких-то скрытых открывается. Помимо социальных картин, на выставке представлено много автопортретов художника и портретов его родных. Картины Кичигина находятся в частных коллекциях США, стран Европы и Востока. Его работы не просто вошли в фонды Третьяковки, но включены в постоянную экспозицию искусства 20 века в залах галереи на Крымском валу. Выставка в новой галерее продлится с 11 октября по 10 ноября. Ирина Трофимова, Олег Айдаров. Новости губернии. И на этом у нас все новости. Приятных вам выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер западный 3-4 метра в секунду. Днем в Самаре и Тольятти 11-12 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова